Солнечные лучи Значит, что осталось совсем немного и долгожданный конец недели уже фактически наступил? Да, и при этом главное, чтобы не похолодало, так как мне показалось, похолодало вчера, потому что это было нечто Это правда, но знаешь, хочу тебе сказать, что когда добирался на работу сегодня, обратил внимание, что небо, значит, чистое Во-вторых, я выходил из дома и, честно, ожидал увидеть сугробы, просто выгребать автомобиль лопатой, а нет, дороги чистые, гололеда нет, а значит, что весна все-таки опомнилась и решила прогонять все эти холода, сроченько подогревать землю А он расставил как-то вообще неожиданный момент, и это одна из таких новостей, которая меня очень приятно удивила сегодня утром Новостей, интересно, какие еще новости могут удивить нас сегодня утром? Ну, у нас сегодня много что может удивить, и это целый ряд новостей, но о них мы вам будем рассказывать постепенно И в первую очередь начнем с того, что в столице Крыма, наконец, можно будет ездить безъем и кочек Симферопольские коммунальщики за два дня надремонтировали 8 тысяч квадратных метров дорог Еще 19 улиц в планах, качество покрытия и процесс работы инспектировал Александр Федорчак Ремонт на улице Севастопольской вышел на финальную стадию Рабочие снимают последние куски старого асфальта На участке задействовано 10 человек Общий объем работ около 4 тысяч квадратных метров Помогает теплая погода Семи, да, семи работают Сложности есть? Нет, нету сложности На улице Красноармейской борются с многолетними ямами Готовятся приступить к заливке Первые успехи уже есть На улице Карла Маркса уже можно ездить по более качественной дороге С приходом весны новые задачи появились и у коммунальщиков В частности, только за прошедшие выходные на 8 улицах Симферополя был сделан дорожный ремонт На Ялтинской залатали ямы на участке почти в 2000 квадратных метров В планах у дорожников обновить покрытие еще на 19 улицах Жители Симферополя к весеннему возобновлению ремонтных работ относятся пока скептически На опыте прошлых лет многие убедились, что покрытия хватает ненадолго Вроде делают, но плохо делают, мне не нравится, как водитель Хорошая всего стопольскую там, на обездной там что сделали А так это самое, в принципе такого хорошего нет Конечно лучше стало Как бы они сейчас уже начали дороги ремонтировать Эти ямки Вижу на Московской трассе На улицах применяют разные методики в зависимости от качества старого покрытия и погодных условий Перечень улиц есть, вот это горячим асфальтом, потом литым асфальтом мы делали, немного там правда Вот, и еще будет у нас студенекционный метод, это мы с 15 числа начнем, он более такой, нужна температура воздуха, чтобы было Коммунальные службы столицы планируют отремонтировать более 19 тысяч квадратных метров дорожного полотна Работы должны завершить к началу апреля Александр Федорчак, Алексей Романов, Новости 24 Тариф на проезд в городском пассажирском транспорте увеличат, однако он останется самым низким в Южном федеральном округе При этом правительство Крыма оставляет за собой право применения жестоких мер к недобросовестным перевозчикам в случае невыполнения ими своих обязательств Такое решение было принято по итогам совещания руководства Министерства транспорта с представителями автоперевозчиков полуострова Подробнее наш корреспондент Юрий Авдеев Главные требования к перевозчикам – четкое соблюдение графика маршрутов и увеличение количества транспорта Именно эти вопросы больше всего интересуют пассажиров Я не местный, но уже полчасика, стою в 55-м и жду Вроде пока нету, не знаю Плохо, мне на грязь надо ездить, очень плохо ходит транспорт Туда сотка идет и 17 троллейбов Ходит долго В маршрутках вроде как ездить нормально у нас в городе, но единственное, что иногда бывает такое, что возмущение со стороны водителей по отношению к льготному проезду, ну к представителям льготного проезда Общественный транспорт по умолчанию не предполагает комфортности премиум-класса, однако элементарные требования перевозчики обязаны соблюдать В вопросе возможного повышения цен на проезд в общественном транспорте существует четкий водораздел в смысле отношения граждан Те, кто ездят – против, те, кто возят – за Повышение цены на проезд уже давно обсуждалось на всех уровнях Перевозчики уверены, что этот шаг – давно назревшая необходимость Так работать невозможно при таких тарифах, которые были Очень многие перевозчики уже просто не могут выполнить даже те обязательства, которые у них есть сейчас Конечно, нужно А почему? Потому что, чтобы были перевозки рентабельными А сейчас? Сейчас они почти не рентабельные Я думаю, что нужно, потому что за последнее время очень много повышений на запчасти, потом конкретно на топливо Среди пассажиров нет единства мнений. Люди, конечно, не рады, но морально готовы к повышению тарифов на проезд Бог есть, и человеку пропитание от Бога предназначено столько, сколько положено Ни больше, ни меньше Если чуть больше человек будет платить, ему столько же вернется Думаю, надо наоборот дешевле, чтобы легче было студентам Конечно, негативно, ничего с этим не поделаешь, но если будет, так будет Правительство Крыма пошло навстречу перевозчикам, но взамен потребовало соблюдений всех договоренностей, закрепленных в меморандуме, подписанном сторонами Иначе лишение лицензии на пассажироперевозки В городском общественном транспорте, там где он стоил 13-12 рублей, он будет стоить 17 рублей, где был 11 рублей, они повышаются до 15 рублей В городе Симферополь тариф у нас 17 рублей, но хочу отметить, что даже 17 рублей тариф является минимальным в Южном федеральном округе По словам министра, обязанности перевозчиков будут закреплены в дополнительных соглашениях, имеющих юридическую силу Существует по крайней мере две категории граждан, которых не очень тревожит возможное повышение цен на проезд в общественном транспорте Это автомобилисты, их больше беспокоит стоимость топлива И льготники, которые ездят бесплатно Перевозчики нередко саботируют обслуживание льготников Многие люди жалуются на грубость водителей по отношению к пенсионерам И этот вопрос тоже включен отдельным пунктом в документ Однако последнее слово за главой республики Документ без его подписи не имеет законной силы Юрий Авдеев, Рустам Файзулин, Новости 24 Ну, за главой республики было последнее слово И в другом вопросе Сергей Аксенов решил судьбу крымских судов То есть теперь все аварийные суда будут выставлять на продажу, продавать За счет чего снизятся расходы на их содержание И эти деньги потратят на те суда, которые могут выходить в море И приносить прибыль полуострову Хорошо, интересно, это рыболовные суда или что-то подобное? Да, конечно, конечно То есть а туристические как же появятся? А то я все слышу, обещают Ну, нас же запустили, как не дам, почти год назад между Ялтой и Севастополем И вот я слышала, что планируют еще одно подобное судно, яхту Яхта, это не яхта, не знаю Ну, если будут туристические яхты, значит, я не откажусь Особенно парусные, а что было бы интересно поучаствовать в регате Кстати, вот про это Называли цены на проезд 17 рублей и подобные Я вот сразу задумался, представил, каково это водителю давать сдачу 17 рублей Понимаешь, каждый раз искать 3 Ну и с 13 не очень, я тебе хочу сказать, что это как-то либо 15, либо... Нет, ну мы не намекаем на дальнейшее получение цен, конечно Но вот повод задуматься, да, водитель и так, он пока кофе выпьет, пока передачу переключат, а тут еще и 3 рубля дает Ну, действительно, мастера на все руки напоминают, знаешь, Юлия Цезаря Да, это просто человек, просто универсальный О том, что цены на проезд в общественном транспорте повысятся Говорил еще достаточно так давно бывший глава администрации Симферополя Игорь Лукашев Я помню, что как-то в прямом эфире он рассказал, что вот ждем, что скоро будет, потому что прям перевозчикам, правда, нерентабельно Потому что в связи с тем, что не везде отремонтированы даже дороги, пока еще это разбивается ходовая машина и прочие моменты Конечно, да, учитывая нагрузку грузовую, что туда набиваются людей, как килек, да, в банку, то, естественно Правда, действительно, интересно, насколько некруглые числа влияют на безопасность на дороге Ведь водитель отвлекается и пытается дать сдачу Но я знаю, что мастера на все руки, которые могут заниматься несколькими делами одновременно, есть не только в автотранспорте, а еще и, например, на радио, как наши коллеги Прямо сейчас с ними и поздороваемся На связи программа «Утро нового дня» Доброе утро Доброе утро, ребят Доброе утро А у вас, мы видим, гости уже есть, а кто у вас в гостях? У нас в гостях сегодня Анна Рубель, депутат нашего госсаверия Здравствуйте, Анна Евгения Молочка, волонтеры-медики Здравствуйте И что вы обсуждаете? О, обсуждаем недавно прошедшую акцию «Антикорь» Ну и вообще все связано с этой неприятностью Ну и что, прям-таки существенно увеличилось ли количество случаев заболевания этой корью? Ну, насколько мне известно, на начало этого года уже 38 случаев зарегистрировано Нехорошо Но это не повод для паники Лучше пойти провакцинироваться Эпидемии пока нет, слава богу Так что, есть надежда, что пройдет это все Мы тоже на это надеемся На такой позитивной ноте, да, начали? Да, у вас что интересного? А мы расскажем о трендах и брендах, а еще расскажем о марафоне Матные ребята, в общем Мы сегодня решили затронуть все сферы недеятельности Рассказать просто... Мы о чем только не расскажем, да, на самом деле А у нас же там еще что-то про путешествия было, да? Возможно, да, да Да, и про путешествия по Крыму мы сегодня будем вместе с телезрителями Да, даже завидую Ну да, Леш Так что, пока выходные светят, не светят в любом случае О путешествиях можем хотя бы помечтать Да, это точно Спасибо вам большое, ребят Удачного утра Да, доброго тоже эфира, хорошего вам До свидания Ну, продолжим нашу беседу Знаешь, вот каждый раз, как подключаемся к радищикам, думаю Ну вот что самое главное, так это погода в студии Как там тепло и уютно, просто от настроения и позитива Ведь обсуждают, пожалуй, сложные вопросы Серьезные вопросы Но погода, это вопрос интересующий не только Артема Андроновского Но и моего прекрасного соведущего, но и меня лично тоже Поэтому давайте сейчас и узнаем, какая погода в Крыму Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Крыму Спасибо за просмотр! Знаешь, как я такую погоду называю? А ну-ка Погоду для того, чтобы идти тратить деньги Потому что на улице выходить не очень хочется, а по магазинам можно и ходить Да я тебе скажу, что когда много работаешь, любая погода, это погода идти тратить деньги Потому что единственное свободное время тратишь на покупку продуктов, необходимые одежды, необходимые утвари и прочее Но, кстати говоря, чтобы деньги тратить, их нужно иметь А есть люди, которые любят собирать особенные монетки, особенные бумажки, вот и не коллекционируешь? Нумизматы? Ну, не только нумизматы, да, нумизматы, конечно Но есть и более простые, обыденные, будничные коллекционеры, знаешь, такие Которые просто двухсотки любят собирать зеленые и так далее Тогда уже я хочу двухтысячные собирать Они синенькие, такие, симпатичные А потом потратить? Безусловно, конечно Так вот, я тебе хочу сказать, что была бы ты нумизматом, ты бы очень обрадовалась одной новости Значит, в Британии выпустили монету с изображением черной дыры Выпущена она в честь Стивена Хокинга Это известный астрофизик, исследователь, один из основоположников теории изучения черных дыр Восхищаюсь им, кстати, очень искренне Про него даже фильм сняли, насколько я помню «Вселенная Хокинга» Назывался вот подробно Книга же, да, есть, по-моему, «Вселенная Стивена Хокинга» Да, наверное, книга Очень тяжело, по-моему, читается, если я не ошибаюсь Ну, да, сначала нужно читать книги попроще, да Вот, планета Стивена Хокинга, потом галактика Стивена Хокинга, потом уже Вселенная А потом уже до Вселенной дойдем Вот, номинал монеты 50 пенсов Но стоит она, конечно, дороже Будет стоить она от 10 до 795 фунтов стерлингов, ясное дело А самое интересное, что купить ее уже никто не купит Абсолютно весь тираж монеты уже зарезервирован, забронирован Потому что нумизматы по всему миру, ну, очень хотят получить красивую монетку с себе в распоряжении Правда, на самом деле, вид потрясающий И черная дыра изображена не сколько естественно, сколько действительно объемно Смотришь на монету и действительно думаешь, что такую очень жалко оставить в магазине вместе с дачей, знаешь? Ну, в честь такого человека не мудрено, что подошли к этому вот действительно по-настоящему Так, чтобы это впечатляло Подошли творчески, творчески подошли Хотя, знаешь, конечно, астрофизика и наука в последнее время были в тренде Скрывать не будем, было время, когда научно-популярная декларатура стала модной Среди определенных свойств населения Я думаю, у каждого есть знакомые, которые в один момент стали астрофизиками, биологами, антропологами и прочее Как еще мы с тобой учеными не стали Да-да-да, но ничего, мода скоро перейдет, наверное, на психологов Чувствую уже бедная психология, как боится того, что каждый второй опять вернется в эту стадию Но тренды и мода идут, все меняется, все немножко претерпевают метаморфозы Давайте посмотрим, что там сейчас модно в наше время Одежду носят все Если в древности ее использовали только, чтобы прикрыть тело, то сейчас она еще и способ самовыражения Миллионы брендов и шоурумов, практически каждый старается угнаться за модой Дело не только в выборе фасона, цвете и качестве материалов Многих волнует имя производителя Я смотрю на ряд моделей конкретно, смотрю, что подо что подходит, с чем можно сочетать И отсюда как-то свой выбираю для себя какие-то вещи, которые мне было бы приятно носить Сегодня так, завтра в платье, третий день в кедах и рваных штанах Мне очень нравится все миксовать и менять Я стараюсь следовать за брендами, потому что, мне кажется, мода сейчас развивается очень стремительно И, в принципе, есть некоторые тенденции, которые можно соблюдать, и это выглядит очень красиво Одеваемся опять же секонд-хенда Вещи, которые покупаются там, иногда я их разрисовываю В принципе, чтобы было немножко поинтереснее как-то Это курточка, которая на вас, вы ее самостоятельно разрисовали, да? А можете показать, пожалуйста? Пожалуйста Стараются оставаться в тренде не только потребители, но и производители Наши крымские дизайнеры в основном вдохновляются зарубежными брендами Фото и видео с показов, личные страницы блогеров в открытом доступе Есть даже онлайн-стилисты Привет, девчонки! Тема сегодняшнего урока – фантазийный стиль Сергей Подлевский в детстве разрисовывал стены краской и вообще был хулиганом Теперь увлечение превратилось в любимое дело Создает эскизы для собственного производства Как у любого творческого человека, все начинается с зарисовки на бумаге Любая идея рождается вот здесь Дальше она переходит в иллюстратор, в компьютерную версию С помощью таких программ можно не только создать подробный макет, но и посмотреть, как вещь будет выглядеть в реальности Чудеса происходят в мастерской, как и вся основная работа Здесь задумка дизайнера превращается в лекало Их конструктор вымеряет по стандартной размерной сетке Переносит на электрокартон и отдает на раскрой Цех – сердце любого производства За один рабочий день 10 мастеров создают больше 100 изделий Но имеет значение масштаб и сложность Лидия Тютрюмова за машинкой уже 37 лет О тонкостях кройки и шитья знает все Изделие должно быть качественным, чтобы строчки были идеально ровные Нитка подходила по цвету изделия Вот так выглядит готовое изделие Остается только пришить ярлочки, бирочки, нанести принт и в принципе оно готово Перед тем, как попасть на витрины магазинов и к потенциальным покупателям, каждая вещь проходит длинный путь Готовому продукту назначают цену уже с учетом всех затрат Это, конечно же, аренда цеха, зарплата сотрудников Наша добавленная стоимость и, конечно же, сам материал Фурнитура, ткань Гоняться за брендами или нет – дело каждого Но одеваться со вкусом можно, имея базовый гардероб Главное все-таки не что носить, а как Татьяна Балыкина, Алексей Семенов Утро нового дня Ну а что мы обычно делаем с дорогими брендовыми вещами? Конечно, выгуливаем их в важные для нас даты и дни А вот какие даты и дни могут быть и были в истории важными когда-то, 13 марта, прямо сейчас и расскажем 174 года назад впервые исполнен скрипичный концерт ми-минор Феликса Мендельсона Бартольди Вот уже более полутора веков входит число популярнейших классических опусов Был написан композитором в возрасте 15 лет и являлся его первой пробой пера в этом жанре Мендельсон лично дирижировал оркестру, который впервые исполнял его произведения 13 марта 1877 года Честер Гринворд запатентовал наушники Правда, первый экземпляр выполнял защитную функцию Идея возникла во время катания на коньках На одном из водоемов штата Мэн изобретатель так закатался, что чуть не отморозил себе уши В том виде, к которому мы привыкли, наушники были изобретены в 1910 году В 1881 году убит российский император Александр II Погиб на набережной Екатерининского канала в Петербурге от бомбы, брошенной народовольцем Это было седьмое покушение на царя Александр II правил России 26 лет, пошел в историю как освободитель и реформатор 109 лет назад родилась советская артистка-цирка, первая в мире женщина-дрессировщик львов Ирина Бугримова Укротительница выдрессировала 80 диких кошек Первый лев, Цезарь, стал другом на долгие годы С искусством знаменитой дрессировщицы были знакомы зрители всего мира Ее львы выполняли невероятные по тому времени номера Ходили по канату, качались на качелях под куполом цирка 13 марта 1938 года русский язык стал обязательным предметом изучения во всех школах СССР Задачей советских ученых стал перевод всех алфавитов национальных республик на кириллицу До этого обучение в начальных и средних школах велось на 104 языках И мало кто говорил на русском В свое 30-летие празднует и интернет Создал всемирную паутину английский ученый Тим Бернсли Со своими коллегами из Европейского совета по ядерным исследованиям Изобретатель впервые появился онлайн в 1991 году На самом первом сайте рассказывалось, что такое всемирная паутина Как установить в веб-сервер, получить браузер В 2007 году Тим Бернсли возглавил список величайших гениев из числа ныне живущих По традиции, от дел прошлых к делам насущным, настоящим Следуем за мной, поговорим про не менее важную информацию Курс горючего топлива Он, конечно, не самый стабильный и скачки важно отслеживать Чтобы понимать, когда именно заправить автомобиль Итак, смотрим Газ стоит 27 рублей 96 копеек Все еще самое дешевое топливо на рынке Но все-таки цена немного меняется Дизельное топливо 51 рубль 31 копейка Конечно же, дороже газа, но Дешевле 92-го бензина, который стоит 47 рублей 21 копейку За ним следует 95-й, пожалуй, что его главный конкурент Стоит он 50 рублей 35 копеек Посмотрите, цена больше фактически на 3 рубля Интересно, какое влияние на двигатель оказывает разница данных типов бензина И 98-й бензин, конечно, который влияет на двигатели по-разному Кто-то едет быстрее, а у кого-то просто расход увеличивается Стоит 56 рублей 56 копеек Но знать цены на топливо это одно Еще важно знать цены на валюты Об этом прямо сейчас вам и расскажу Всего у нас два номинала Доллар и евро Иногда растут, иногда падают Посмотрим, что произошло сейчас 65 рублей 96 копеек стоит единица доллара Цена немного подросла Что же, возможно, кому-то это даже выгодно А вот евро стоит 74 рубля 57 копеек за единицу Тоже доллар не отстает и немного подросло Вот такая информация валютная и экономическая Саш, ну все-таки думаю, что живя в 21 веке Это очень важно отслеживать И важно ориентироваться в рынке И понимать, что там происходит Ну, конечно, важно, особенно для мужчин, наверное Потому что для женщин Я не хочу показаться сейчас сексистически настроенной Но все-таки, тем не менее, мы по утрам думаем немножко о другом Например, о том, какой завтрак детям приготовить Либо любимому человеку Или какой завтрак приготовить с утра Ну, потому что это вопрос, который вот каждый день буквально Знаешь, я тоже думаю о том, какой завтрак приготовить с утра Каждое утро Но кто о чем только не думает А очень часто люди думают о том, куда бы сходить На что бы посмотреть Это понятно, особенно после того, как вы знаете информацию о валюте И что с ней делать Поэтому прямо сейчас, специально для вас Что происходит и что идет в кинотеатрах и театрах Крыма На камерной сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького Сыграют одну из известных пес Чехова Дядя Ваня События описаны 120 лет назад И сегодня находят отклик у зрителя Это стопроцентная постановка о жизни в России Гений будто заглянул в будущее Время меняется, а люди и их проблемы остаются прежними Продолжительность спектакля 2 часа Начало в 19.00 Параллельно с чеховской комедией В стенах Крымского академического русского драматического театра имени Горького Покажут спектакль «Кавалеры» Веселая постановка о любви По мотивам лирического водевиля Владимира Константинова и Бориса Рацера Стихийное бедствие Судьба непредсказуемая и очень капризная дама Если она решила, что мужчина и женщина идеально подходят друг другу То так тому и быть На киноэкранах в этот день новый фантастический блокбастер От одной из самых успешных киностудий мира Капитан Марвел Ведущую роль сыграла американская актриса Бри Ларсон Известная по фильмам «Комната», «Девушка по вызову» и «Перестрелка» По сюжету она пережила опаснейшее столкновение с инопланетными расами И стала одним из сильнейших супергероев в галактике С драмой Ван Гоги после 24-летнего перерыва Возвращается в кинорежиссуру Сергей Ливнев Герой повествования – талантливый, но безызвестный художник Марк Много лет живет за границей С отцом практически не общается Когда у Марка обнаруживают неизлечимую болезнь Он решает лететь на родину С надеждой найти, наконец, общий язык с родственниками Главные роли сыграли Алексей Серебряков и польский актер Даниэль Альбрыхский Время киносеанса вы можете выбрать сами Специально для детей мультфильм «Гурвинок. Волшебная игра» Захватывающая история 10-летнего мальчика по имени Гурвинок Обожающего сложные компьютерные игры Одна из них и становится началом настоящего путешествия Гурвинок случайно активирует легендарный волшебный диск Это приводит к невообразимым последствиям Оживает старый музей, его обитатели и главное чудовище – престарелый кукловод Сумеет ли Гурвинок спасти родной город и своего отца? Смотрите на утренних киносеансах Да, вот такой вот и Гурвинок, и Мальвинок Мультяшный герой, наверное, сейчас действительно на очень многих семьях смотрят Это не только «Утром нового дня» на «Первом Крымском» и «Крым 24» Различные мультики, потому что детки, если просыпаются, как раз их в школу собирают Ох, да, это старая добрая техника Пока готовишь завтрак, включить ребенку мультик Чтобы вообще не беспокоил А чтобы он потом совершенно случайно пощелкал по рекомендациям на сервисах И нашел что-нибудь, возможно, совсем не детское А даже если детское, не самое полезное Ну, я это к чему? Ни для кого не секрет Отслеживайте информацию, которую еще не самостоятельный маленький ребенок смотрит Потому что он может отправиться, скажу вам честно, в не самое приятное информационное путешествие А вот, кстати, да Да, выход есть Можно показать ему приятное и полезное путешествие, которое снимают наши корреспонденты прямо сейчас Качикалю – настоящее место силы Крымского полуострова С дороги открывается завораживающий вид на высокие горы, пологие склоны, гроты Здесь чувствуешь себя свободным и неуязвимым Такую красоту невозможно описать Тут нужно побывать У подножия живописной Качинской долины раскинуло село Машино В этой крымской глубинке жители работают, не покладая рук Земля особая требует большого усердия, но и отвечает благодарностью Все дело в том, что сады и огороды расположены под горами Почва состоит из мергеля – горной породы, которая относится к глиным известнякам Поэтому прорастить жизнь можно, только приложив много труда и заботы Все это потом пропалывает петрушку, лук и много других овощных культур Зиитулаева, Гульзара уже более 30 лет Сколько себя помнит, всегда занималась земледелием Сейчас трудится в теплице, к мае рассаду помидоров, перца пересадит в огород Односельчане приходят к ней за зеленью каждый день, а потом благодарят за вкусный борщик и свежий салат Все делают для людей и для себя Что может быть лучше продуктов, выращенных такими руками на такой земле? Женщина работает изо дня в день, сажает, поливает, выпалывает, удобряет Рассаду выращивают для своей долины, люди у меня берутся, привыкли Зелень, если лишняя, то на продажу, а что делать еще? Гульзара буквально вчера на огороде выкопала лунки и раскладывала в них клубни картофеля В скором времени второй хлеб займет достойное место уже на столах Вчера посадили 40-дневка белая, потом пленкой закроем, а то у нас же здесь холодно По сравнению с другими долинами у нас очень холодно, у нас ночи холодные, днем-то жарко А на эту сторону вот потом по мелочевке картошку будем сажать, чем богаты, тем рады Готовит хозяйка только из продуктов собственной грядки Все от мала до велика и едят, и работают с удовольствием Ни одно поколение поднялось на таких продуктах, и дети и внуки выросли здоровыми Хозяйка рекомендует выращивать свое, даже если почва не очень подходит А землю хочешь, не хочешь, мы будем любить Правда, у нас мергель, конечно, но что-то на нем стараемся сделать По рассказам хозяйки, скоро во дворе расцветут цветы голубое море Душистые, небесно-голубые и очень красивые Пока они не распустились, но мы обещали вернуться в мае и полюбоваться цветущим ковром Крымская глубинка будет рада встрече с добрым путником Мечта, конечно, иметь свое оранжерею, выращивать благородную зелень, которую потом можно добавлять в блюдо Которая, в принципе, украшает твою жизнь Ну, представь, это же фактически медитация Зашел, полил зеленые грядки Полюбовался с землей под маникюром обязательно Ну, да, под моим особенно, конечно, я Ну, потом придется идти к мастеру и все это вычищать Ну, понюхал розмарин, руку Потом почувствовал, как у тебя спина болит Еще тоже, как-то разогнуться не можешь Потом пошел, процапал, да? Да, ну нет, оранжерею уже можно сделать благородную, аккуратную и заниматься ей, знаешь, под красивую музыку с виниловой пластинки Ну, все как в кино А потом, кстати, скажу по секрету Если что-то вырастет, можно это и реализовывать Ну, для того, чтобы реализовывать, сначала нужно зарегистрировать свое ИП, допустим, если это будет так Ну, кстати, об этом поподробнее уже можем поговорить с нашей гостьей Она уже ждет к нас, и мы не заставим ее нас долго ждать, по крайней мере У нас сегодня в гостях Абиева Светлана Это заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц и административно-страховых взносов в СИН России по Республике Крым Доброго вам утра! Доброе утро! В первую очередь Скажите, пожалуйста, вот как раз-таки о самозанятых лицах вот хочется поговорить в первую очередь Если мы уже стартанули, да, с такой наукой? Ну, конечно Скажите, пожалуйста, вот действительно, ведь если, допустим, оформляем свой бизнес, там же налогообложение определенное отводится, да, и сейчас, в принципе, как это все регламентируется? Да, действительно, у нас очень много граждан являются самозанятыми лицами, то есть это те люди, которые обеспечивают себя работой самостоятельно Для таких граждан сейчас у нас экспериментальный проект запущен уже с 1 января, но только, правда, на четырех территориях Это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан, где жители могут зарегистрироваться и осуществлять деятельность именно на этих территориях Но этот проект был рассчитан до 28 года, и уже он приносит свои результаты, плоды положительные, естественно, поэтому этот проект, этот эксперимент уже хотят запустить на всей территории Российской Федерации Что касается самозанятых лиц, которые получают доходы, у нас сейчас проводится декларационная кампания ежегодная Мы рады видеть всех наших налогоплательщиков в инспекциях, в наших тормах, где мы предоставляем им услуги И им необходимо задекларировать доходы, полученные на протяжении 2018 года до 30 апреля и заплатить соответствующий налог до 15 июля текущего года Иначе чем это чревато? Далее уже будут проводиться контрольные мероприятия налоговыми органами И, конечно, большая просьба гражданам, которые получают доходы от предоставления услуг в аренду помещений Наши квартироздатчики, это специфика нашего региона Те, кто получил при продаже доход от продажи недвижимого имущества, либо движимого, транспортных средств, либо квартир, домов Менее минимального срока владения, они должны задекларировать свои доходы Также, если было приобретено дарение неблизкого родственника, ну и всевозможные лотереи, либо основанные на риске игры Вот уже представляю, как аренды квартироздателей, как некоторые фрилансеры, у них немножечко заиграло, конечно, знаете Зачесалось, стало страшно, давайте подробно объясним, чтобы они понимали, что такое декларация, куда ее подать и почему это важно Декларация называется декларация о полученных доходах Форма 3 НДФЛ Ее надо предоставить необходимо в налоговый орган по месту прописки гражданина Подать ее можно на бумажных носителях, телекоммуникационными каналами, либо отправить по почте с описью вложения, либо использовать на услуги нашего интерактивного сервиса личный кабинет налогоплательщика Здесь очень удобно заполнить эту декларацию, очень легкая программа, очень быстро заполняется и можно отправить даже не выходя из дома Но если нет личного кабинета налогоплательщика, ему как бы не было уже входа, необходимо обратиться в налоговый орган по месту прописки Там дадут первичный пароль и может, не выходя из дома, не посещая налоговые органы, отправить декларацию, пользуясь этими услугами А то, что необходимость предоставления в этой декларации, потому что у нас аккумулируются все сведения в налоговых органах У нас есть специальные базы, которые мы... Каждый фиксируется человек, и вот так вот лучше проснуться, отчитаться, да, вот этой декларации Да, и не ждать, когда уже придут акты с доначислениями, и уже будут удивляться люди, и уже как бы процедура уже будет запущена Поэтому, конечно же, наша декларационная компания направлена на побуждение лиц самостоятельно и в сроки предоставить эту декларацию Кроме того, у нас планируется проведение дня открытых дверей в налоговых органах, где все разъяснят, как заполнить, как отправить, какие суммы там отразить необходимо И проводятся они 4-5 апреля и 25-26 апреля То есть, если есть вопросы, заходим, спрашиваем, да, и... Ну, как бы сотрудники налоговых... Или с ноги, или с ноги аккуратно заплатят Нет, я же понимаю, да, что не про колбасу спрашивать будем А то я думаю, что иногда вопросы у людей есть, и они заходят и в день закрытых дверей, если они так и спрашивают Ну, как бы наша служба всегда открыта для граждан, мы ждем всех в своих стенах У нас также есть телефон горячей линии, телефон доверия, это 66-75-18 Пожалуйста, обращайтесь, мы постараемся ответить на все вопросы Еще есть вопрос, который, ну, не могли не упомянуть Насколько нам известно, у вас сегодня день рождения С чем мы вас и поздравляем сначала Да, мы вас и поздравляем от всей... просто от всей нашей команды Прекрасно выглядите, хорошего дня, проведите его с удовольствием для себя, главное Потому что как день рождения отпразднуешь, как говорится, так и пройдет год до следующего Спасибо Да, и поэтому меньше, наверное, работы Вот сейчас выйдите от нас и желаем вам немножко еще, ну, полностью посвятить этот день себе Да, сегодня не читайте декларации, не читайте, о них все сами заполнят наши зрители И завтра как раз как подарок, а давайте сделаем подарок, да, и заполним декларации и поотправляем Конечно, не знаю, кто побежит это делать, но надеюсь, что количество увеличится Да, безусловно, и вы говорили о законопроекте, который был введен в четырех регионах, да, России Это вот Республика Татарстан и прочее, в Крыму какие-то... Уже это не законопроект, это уже с 1 января, это раньше был законопроект, теперь это эксперимент уже запущен С 1 января до 2019 года Да, и в Крыму его пока нет, но у нас какие-то эксперименты мы тоже ждем, не ждем или у нас пока? Ну, пока мы... Пока у нас ничем не отличается... мы ничем не отличаемся от других субъектов Только в связи с тем, что у нас специфика нашего региона, это наши квартираздатчики Спасибо вам огромное, я напомню, что с нами сегодня в гостях у нас была Абелева Светлана Александровна Это заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц административно-страховых взносов В СИН России по Республике Крым Спасибо вам огромное А спецификой региона являются не только лишь квартираздатчики А еще и люди, которые любят снимать видео на видеорегистратор в автомобиле Ну, что поделать, вот такая у нас экзотика Давайте прямо сейчас посмотрим, что произошло за последнее время и попало в сеть Водителю этих «Жигулей» явно сильно не везет В Керчи машина загорелась на ходу по какой причине, неизвестно Понадобилась помощь огнеборцев, чтобы потушить пожар При происшествии никто не пострадал, кроме продукта отечественного автопрома И еще одна неудача с отечественным автомобилем При спуске с Ай-Петри во врага прокинулся УАЗ с туристами Никто не пострадал Более того, совместными усилиями поставили железного коня на ноги Вернее, на колеса После чего он поехал дальше Следующее видео не для слабонервных В Севастополе уличные камеры зафиксировали наезд автобуса на бабушку Нарушителем стал водитель автобуса, который проехал на красный свет А вот в комментариях многие отчитали бабушку, мол, надо бы и по сторонам смотреть Ей желаем скорейшего выздоровления В Ялте сильный ветер вырвал с корнем огромное дерево На видеокадрах, опубликованных в соцсети, видно, что дерево падает на проезжающий автомобиль ЧП случилось еще 1 марта, но известно о нем стало только сейчас Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших На трассе Таврида возле поселка Крымская Роза произошло тройное ДТП с участием трактора По словам очевидцев, Шкода обогоняла трактор и выехала на встречную полосу В результате происшествия пострадали два человека Эти снимки перфекционистам лучше не смотреть В соцсетях считают, что так припарковаться мог только человек с ярко выраженной индивидуальностью Симферополец ограбил отделение микрозаймов Мужчина оказался заядлым игроманом В целях наживиться он и совершил преступление Облил сотрудников кредитной организации неизвестной жидкостью И, угрожая поджечь, отобрал 4000 рублей Предположительно, их он потратил на игры Ну, негодяй какой-то, ей-богу Мол того, что напугал сотрудников Что там за жидкость была такая, мне интересно Ну, прикинь, это вообще может быть что угодно Это даже вода может быть Но, тем не менее, наверное, на воду по ней так не отреагировали бы Ну, а пахло, я думаю, запах был бензиновый Хотя в состоянии аффекта Есть вероятность, что когда тебя чем-то обливают И говорят, сейчас сожгу То даже на воду можно среагировать Ну, ты просто представь, ну, обычно с пистолетами, с дубинками, с ножами А тут человек додумался облить и искать, чтобы подожгут Ради 4000 рублей, чтобы их проиграть Да даже если не проиграть, 4 тысячи Еще можно забежать со смолой, облить и с мешком пуха И сказать, сейчас обваляю, знаешь Да, это что-то невероятное проще Просто, но мне кажется, гораздо лучше, наверное, все-таки Ценить родную страну, родную экологию И просто, ну, вот Не жечь людей, да, и не выжигать никого Ни в коем случае и не угрожать людям Все-таки нужно быть помягче, иначе накажут А вот был бы у них сторожевой пес, знаешь, в микрозаймах Такого бы не случилось Поэтому мы предлагаем каждому из вас приютить зверушку Прямо сейчас покажем, какую Чуткая, уникальная Джули ищет дом Послушная, умная, способная в дрессировке Возьмите, никогда не пожалеете С ней приятно общаться Она любит людей Звоните Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три Одиннадцать ноль три Ох, ну, прекрасная зверушка Знаешь, кстати, все больше нам попытается смеси пород Вот все-таки дворняшка Это не просто безымянная собака Это собака, видимо, с богатой генетической историей В любом случае, а как они умеют просто Выживать на улице Выживать в экстремальных условиях При этом, ну, это, конечно, удивительно Потому что иногда и от ветра, и от дождя Животным скрыться совершенно негде Потому что какой-то недобросовестный гражданин оставил его на улице Кстати, вот про породы интересная информация Уже пару лет проходит антикинеологическая акция Выступающая против скрещивания собак Исключительно в сфере их породы То есть, чтобы одно и то же породу, да? Со свободное смешение собак выступает Потому что ведь, по сути, собака — это вид Да, а порода — это фактически околосемейный фенотип Околосемейный фенотип То есть, это, по сути, особи максимально похожие друг на друга Как ни крути, родственники Хоть и дальние И говорят, что это очень вредно для генотипа собак И что большинство пород уже имеют отклонения, с которыми им трудно жить Собственно, все как у людей, так и у собак Чем дальше смешение, чем более разнообразные гены Тем здоровее потомство Знают они фонослышки Метисы, конечно, имеют самый высокий уровень порог выживаемости и адаптивности Но знаешь, у кого еще? Высоченный порог адаптивности У наших корреспондентов, которые в такую погоду Хоть немного распогорившую, стримят на улице Сейчас там Таня С ней поздороваемся Доброе утро, Тань Доброе Тут удержка связи, да? Да, долетают с трудом Доброе утро, Саша Доброе утро, Артем Доброе утро всем, кто уже проснулся и включил телевизор Я сейчас нахожусь в сквере возле Салгира Здесь утром открывается потрясающий вид Люди все спешат на работу Я не знаю, видно ли вам, я сейчас покажу Там уточки плавают И вообще атмосфера очень замечательная Единственное, что огорчает, это погода Вчера на улице ночью был снег с дождем И сегодня очень сыро Поэтому, в принципе, очень холодно Несмотря на то, что ветра сильного нет Вот И по прогнозам гидрометцентра На улице потеплеет, конечно, сегодня Будет погода плюс 8, плюс 10 градусов И во всем Крыму примерно такая же температура ожидается И в Симферополе И в Евпатории, и в Саках, и в Керчи И даже на ЮБК Ветер с северо-восточный порыв Ветра будет плюс Ой, плюс говорю Порыв ветра 7-15 метров в секунду Ой, смотрите, там даже еще Снег не растаял Видно, что, в принципе, по ощущениям сейчас Плюс 1 где-то градус, наверное В общем, поэтому обязательно Надевайте шарфики, одевайтесь тепло Зонтики, в принципе, брать не нужно Осадков сегодня не будет Но нужно одеваться теплее Потому что не хочется заболеть И, конечно, это очень важно У нас потеплеет только на выходных Погода поднимется И можно будет смело ехать отдыхать Потому что все-таки выходные Это то, что нам всем очень нужно В общем, ветра нет Погода отличная Время выходить на прогулку И я все-таки всем вам Желаю отличного настроения Чтобы ваш день пришел хорошо, плодотворно Я надеюсь, что вы все утром встали Никто на работу не опаздывает Всем желаю хорошего дня Студия, вам слово Спасибо Спасибо Вот знаешь, ветра нет, как я понял Все-таки не ветрено Но кого бы я хотел увидеть и понять Кто это делает Это людей, которые ломают забор на набережной Вот эти плиты Их уже и металлическими делали И пластмассовыми И все равно ломают Вот кто-то неугомонный сидит Значит, и не терпится ему Видимо, воду на катере спускаться И ему мешает забор Ну, иначе я это объяснить не могу Даже сейчас Таня показывала Прекрасный вид, где плавают уточки А там все равно вот эти дыры в заборе Ну, непонятно зачем Да, и когда вот так вот все хорошо начиналось Утро с птичек, с уточек Я забыла, как уточек зовут просто То, конечно Дональд Дональд Уток зовут Дональд Да, Дональд с теми Такое популярность Не только среди уток А вот, между прочим Утки селезни там плавают И знаешь, всегда выделяются Что мне нравилось Как они полюбили конкретно место Возле шахматного клуба Вот нигде их так много нет Как там По всей видимости, там водоросли Может растут А может быть их кормят шахматисты Знаешь, после турнира Я как-то была на турнире шахматистов В это время Сергей Корякин Как раз устроил мастер-класс для детей В санатории в одном лагере И он при этом играл одновременно С, по-моему, 13 детками Как остабендер Да И у одного из детей Даже одному из детей удалось сделать ничью Графмейстеру Это очень круто Однажды, правду сказать Участвовал в шахматном турнире Проиграл Сразу же я решил, что шахматы Это не мое И ушел из шахматного клуба Длилось Это недолго, да Я легко сдавался, если интересно А вот кто они сдаются Так это герои некоторых популярных роликов в сети Они вообще просто герои бессмертные Вот мне кажется Люди продолжают и продолжают совершать поступки Которые казалось бы Ну зачем? Или ну как это вышло? Да, почему? Но люди настойчиво продолжают Давайте посмотрим, что в сети интересного произошло за последние дни Классическая музыка и пирамида из бокалов Хорошее начало для любого торжества А вот продолжение понравилось пользователям сети гораздо больше, чем неудачливому молодому человеку Одно неловкое движение и итог многочасовых стараний официанта разбит в дребезги Будем надеяться, что это исключительно к счастью В интернете продолжается сырный челлендж, но теперь к нему присоединились и животные Как видим, некоторых такое положение вещей приводит в ступор А вот другие, пользуясь моментом, с удовольствием уплетают неизвестно откуда взявшиеся лакомства Житель Иркутска на протяжении нескольких дней слышал жалобный виск Как оказалось, его издавали 10 осиротевших щенят Для их спасения сотрудникам МЧС пришлось выкопать 20-метровый тоннель Малышей уже взяли под опеку, но теперь ищут им хозяев Маленькая храбрая утка обвела вокруг лапки не одного тигра В ролике мы видим, как бесстрашная перната дразнит хищных кошек Железным нервам птички можно только позавидовать С таким домашним питомцем и на фильмы ужасов ходить не надо Хозяин животного всерьез обеспокоен Неодержима ли птичка с дьяволом? Ответ на этот вопрос вы видите на видео Устали от бесконечных диет и миниатюрных порций еды Повар из Турции поразил даже опытных гурманов Такими объемами можно накормить десяток человек Надеемся, что такой порции никто не пострадал Главный герой этого видео не собирается сдаваться без боя Кот наглядно объясняет, что это его игрушка И она должна оставаться исключительно в его лапках Кот Мэппл настоящая звезда в соцсетях За каждым его шагом следят сотни тысяч подписчиков И понятно почему Более трогательное существо сложно найти Действительно, сначала нам показывают, как что-то готовят Потом показывают котиков В принципе, все удовольствия, которые нужны Все включено Да, все включено Две самые приятные вещи в интернете Это видео про еду и видео про котов Сегодня мы видели попугай, действительно, кстати, пугающий Я представляю, как разозлился этот парень У которого бокалы все полетели Когда этот такой объем Мне кажется, это правда Часы выстроят построить А потом взял кто-то и разрушил все это Ой, злость, мне кажется, чуть-чуть Конечно, конечно Ну, ничего Зато мы с тобой можем, знаешь, понаблюдать еще кое-зачем Что же там происходит в городе Сейчас мы магическим фактически образом оказались на площади Ленина Людей побольше, чем вчера Обрати внимание, ведь время то же самое Ну, просыпается город Все, это весна Мне кажется, дальше будет только краше Ой, да, весна красна приходит И действительно, я подозреваю, что совсем скоро Город во все эти свои весенние ритмы войдет, так сказать И будет побольше людей На вебке будет смотреть даже завидно Потому что мы будем сидеть вот в этой вот студии А там повсюду зелень Но еще, конечно, на деревьях только почки Да, и пока люди, пока город входит в такой ритм Люди входят в утренний рабочий ритм Мы, конечно, тоже стараемся показать вам То, какая обстановка и на дорогах сейчас в первую очередь И на улице, и что Опять же таки обращаем внимание, что люди ходят все-таки в шапках Как ни крути Да, еще бы в шапках Небо опять затянуло Видишь, я ехал, было видно даже месяц еще И... а вот уже опять серые облака Ну ничего, это циклон, насколько я понимаю И скоро он уйдет радовать другие части света А мы будем получать чистое небо А мы... да Давай глянем, где еще что-нибудь интересное Да, и будем наслаждаться пока тем, насколько здорово все-таки Не просто проснуться с утра, но и увидеть в окошко Не такое серое небо, как сегодня Но при этом тогда будем наслаждаться не небом, а совершенно другими вещами Например, компанией родных и близких Скажем прям с утра какие-нибудь добрые, приятные слова Даже если не очень хочется, но все-таки лучше так Потому что, может быть, таким образом мы зададим человеку тон на настроение на целый день Да, действительно Знаешь, хотелось бы показать на самом деле еще много чего Пробежаться по всем городам, посмотреть, что там на веб-камерах и не только Но веб-камера не передаст всех ощущений Ну, знаешь, что когда ты идешь по площади, собственно говоря, как по площади Ленина, только уже в городе Керчь Но все-таки мы видим, что людей побольше Потому что, вспомни, первый раз, когда мы здесь оказались, вообще никого не было Вообще ни одного человека, да Как будто бы вот опустел город А сейчас мы видим, ну, действительно, а вон машины даже фактически на горизонте движутся И скажи мне, пожалуйста, это мы увидим горы или море вдалеке? Я вот об этом думаю, но не заговорила вслух, чтобы не показаться глупышом, потому что я вот... При этом есть Артем Андроновский, не переживайте, в студии Нет, ну я просто правда не могла определить, море это или не море Знаешь, что я хочу тебе сказать, где вот точно видно море с центральной набережной, так это в Евпатории На вебках мы вам ее не покажем А знаете почему? Потому что у нас специально для вас есть путешествие на эту тему Многие обвиняют Евпаторию в отсутствии достопримечательностей Однако до революции этот город называли золотом из песка Так ли это мы попробуем разобраться сегодня? Евпатория старейший город на полуострове В 19 веке древняя Киркенетида стала прекрасной альтернативой дорогой и Чопры на Ялте За обилием солнца, мягкими пляжами, теплым и неглубоким морем На побережье западного Крыма потянулись богатые люди, построившие здесь свои дворцы Старая набережная или набережная Горького – прекрасное место для прогулки Она начала застраиваться в конце 19 века И сегодня каждое здание здесь уникально Раньше береговая линия была намного шире и просматривалась до самого горизонта Открывают перспективу набережной дача купца Терентьева, расположившаяся на небольшом песчаном мысе Трехэтажное асимметричное сооружение построено с элементами стиля ампир И в свое время было одним из самых красивых построек в Евпатории Неподалеку в глубине зеленой зоны притаилась дача Альпийская роза, украсившая собой город в 1910 году Имение в эклектическом стиле сильно выделяется на фоне каменных построек Индивидуальной особенностью этого здания является обилие резного деревянного декора, которое не очень свойственно южной архитектуре Но в этом здании смотрится более чем уместно В советские годы в его комнатах расположилось управление терсовета Укрпровздравницы Сегодня альпийская роза ветшает в ожидании полноценной реставрации А дача по соседству выполнена в духе классицизма Это прямоугольное строение со стекленной ротондой Здание огибают полукольцом изящные лестницы с балюстрадой До революции дача Шульмана называлась Валькирия В советские годы здесь располагалась центральная курортная поликлиника Конец 19 века, начало 20 эпоха Арнуо Этот стиль воплотил в себе изящество и тягу общества к чему-то совершенно новому Евпаторийские дачи полностью соответствуют тенденциям своего времени Эта дача называется Ост-Энда, что переводится как Восточная оконечность Она построена в 1910 году Имение принадлежало купцу Кривицкому, который вдохновился пейзажами одноименного бельгийского порта на берегу Северного моря Как и Евпатория, те края богаты протяженными песчаными пляжами В советские годы комнаты Ост-Энда и располагавшихся поблизости дач превратили в корпуса санатория Ударник Далее набережная сворачивает, перетекая в улицу которая с дореволюционных времен не переименовывалась сохранив в истории имя человека, создавшего всю современную инфраструктуру Евпатории Главная променадная улица Евпатории – Дувановская так названа в честь городского головы Семена Эдровича Дувана который сделал очень много для развития инфраструктуры города Караин – филантроп, потомственный почетный гражданин Он стал одним из самых ярких представителей городского самоуправления Таврической губернии Именно его стараниями уездная портовая Евпатория в 1915 году получила статус всероссийского курорта Неудивительно, что вдоль Дувановской улицы размещались дома именитых людей Одно из наиболее узнаваемых зданий Евпатории – дача Гелиловича Сегодня здесь располагается краеведческий музей Особняк богатого караимского купца представляет собой одноэтажное здание в мавританском стиле Две тонкие колонны поддерживают фигурно-извивающийся архивольт Центральный вход украшает мехрабный орнамент А вокруг особняка на газонах расположилась скифская коллекция каменных баб – мингиров, найденных на территории полуострова Дальше по улице – вилла Люкс, построенная специально для приема состоятельных отдыхающих Здание из местного ракушечника, очень теплого, но пористого камня, который со временем потемнел и частично обрушился Но эта патина и гибкий плющ лишь облагораживают общую картину, чего не скажешь о перестройках Соседний доходный дом Нахшунова Венчает его женская фигура с факелом в левой руке Некогда угол особняка украшал Бельведер, не сохранившийся до наших дней И просторная набережная, и Дувановская улица, и другие улицы Старой Евпатории – золотой фонд архитектуры, называемый краеведами Южной провинции Гуляя по ним, понимаешь, что их самобытная атмосфера уникальна Ведь если не предпринять мер, наше поколение последнее, кто увидит остатки красоты города на золотых песках Александр Ткачев, Анатолий Агеев, Утро Нового Дня Так незаметно, но интересно пролетел первый час Ничего, у нас впереди еще один В прямом эфире на Первом Крымском и телеканале Крым24 Да, и его тоже будет продолжать скрашивать вам Артем Андроновский и я, Александр Карнович Да, скрашивать, Саша, это мягко сказано, потому что ты прекрасно выглядишь И я уверен, что зрители это тоже заметили Ой, спасибо Как я люблю такие слова слышать Мне кажется, любая женщина, она мало того, что любит слышать комплименты, так она их, в принципе, любит ушами Но гораздо важнее, конечно, когда любишь за поступки, за дела, которые человек совершает ради тебя И при этом Ох, знаешь, мне кажется, что фраза «слова — это хорошо, поступки — это главное» Это хороший такой рычаг заставить любимого человека что-нибудь подарить, что-нибудь сделать и так далее Потому что я думаю, что многие джентльмены, да и не только, эту фразу слышат частенько Ты знаешь, дело даже не в подарках, ни в коем случае Я даже больше намекала на комод, который вдруг починился чудным образом, да? Или вот какие-то дела такие по дому, на которые ты вообще не рассчитывал Может быть, ты придешь домой, а женщина обычно, они когда приходят, что делают? Начинают готовить, стирать, убирать А пришла с работы, а ничего этого делать не надо Это, мне кажется, самый потрясающий подарок Да, вообще, знаешь, это не новость, что приятные поступки, полезные поступки являются настоящими подарками Которые приятные, когда ты действительно пришел с работы и увидел Но, повторюсь, это не новость, а вот у нас есть действительно новости, о которых вы еще не знаете Даже если кто-то об этом знал, мы сейчас все равно расскажем их более развернуто и, надеюсь, интереснее Возврат имущества жителям многоэтажек передадут в собственность подвалы и чердаки Такое решение принято на заседании под руководством главы республики Крым Сергея Аксенова Жители полуострова смогут самостоятельно распоряжаться своими помещениями В том числе сдавать в аренду, а полученные деньги тратить на оплату ЖКХ, услуг и благоустройство придомовых территорий Репортаж Елены Байрамовой С такой красотой жители дома по улице Киевской живут около года Светлана с осторожностью провожает нас в подвал Находиться здесь невозможно Зловоние, мусор и не только Здесь постоянно бегают какие-то живности, крысы, тараканы, мыши Я недавно заделала дырку у себя в туалете, не знаю, кто к нам рвался, мыши или крыса Прошлым летом здесь прорвало канализационную трубу Подвал утопал в сточных водах Елена вспоминает, жители просто задыхались в своих квартирах Аварию устранили после многократных обращений в МУП Наш дом находится на балансе уже То есть МУП отвечает за сохранность имущества А мы платим деньги за то, что они следят за этим, за нашим имуществом Но даже ухоженный подвал все равно проблема, если он не принадлежит жильцам В помещении на улице Гагарина чистота и порядок Здесь можно пообедать, поспать и даже постирать Это обеспечила своим сотрудникам управляющая компания Больше нету таких подвалов, где вода есть, хотя бы помыться А кто плачет эту воду? Ну, я не знаю, туалет вот этот Понятно Ветров? Ветров Но все здесь оборудовано незаконно Противоречит пожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам Есть опасность возгорания или подтопления В этом подвале проходят все коммуникации К примеру, здесь находится труба отопления И в случае аварии жильцы не всегда смогут добраться Так как доступ ограничен повсюду Мебель и личные вещи дворников Жители много лет добиваются, чтобы МУП полностью вернул им подвал Только в таком случае они смогут навести здесь порядок МУП отказался, ссылаясь на то, что требования нелегитимны И мы можем попытаться общим собранием собственников их отсюда убрать Данное помещение находится в муниципальной собственности Будет очень большая работа по возврату данного имущества Очень важно, чтобы жильцы проявили активность и хозяйственность Общественники Крыма вынесли эту проблему на республиканский уровень Начали мы с прошлого года, обращались в все инстанции И здесь мы хотим поблагодарить главу Республики Крым Аксенова Сергея Валерьевича за то, что он нас поддержал Подписал распоряжение о создании межведомственной комиссии Региональной межведомственной комиссии И в каждом городе, в каждом поселении Осознаны такие комиссии по внесудебному возврату общего имущества Этот дом по улице 60 лет Октября Пример грамотного подхода к распоряжению общим имуществом Подвалы со дня основания находятся в собственности жильцов Большая часть сдается в аренду Это покрывает затраты на ремонт крыши, дороги, подъездов Таким образом, муниципалитет не тратит бюджетные деньги На текущий ремонт дома и благоустройство территории Чердаки, подвалы, цокольные этажи В соответствии с российским законодательством Указанные помещения относятся к общедомовому имуществу И им должны распоряжаться собственники помещения многоквартирного дома Процесс уже пошел В этом году только в Симферополе Жителям многоэтажек вернут около 700 подвалов Елена Байрамова, Андрей Заричный, Новости 24 Будущие лидеры страны и студенты ведущих вузов полуострова Отдают свои голоса за самых перспективных и креативных участников Деловой игры «Ты нужен республике» Из 13 кандидатов выберут сильнейших Напомним, проект стартовал 21 января по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова Как показали себя молодые крымчане? С ними познакомилась Лиля Веджат Голосование открыто Участники деловой игры «Ты нужен республике» представили свои проекты развития полуострова Дизайнер Фериды Усманова учится в Кипу Вошла в число лидеров Готова поделиться с крымскими студентами, как зарабатывать без отрыва учебы Считает, гражданская позиция должна быть в крови В наших силах улучшить жизнь молодежи Улучшить в дальнейшем и наше положение в республике Улучшать, созидать и помогать Самых целеустремленных 13 А за них голосуют сотни активных Я сделал свой выбор Избирательная комиссия и урны для бюллетеней Агитация в день голосования запрещена Все как на настоящих выборах К ним участники пришли через общественную работу в УЗИ Активное участие в жизни нашего университета мы обязаны принимать Вадим Рачковский, студент 4 курса КФУ Посматривает на конкурентов с волнением Считает, коммуникабельность его козырь, который выведет в победителя Представил республике туристический проект К нему подтолкнула новость о том, что Крым в прошлом году побил постсоветский рекорд по числу отдыхающих Мы принимаем большое количество наших туристов, несмотря на даже санкции К нам едут, будут ехать, так что развиваемся Проект «Ты нужен республике» инициировал глава Крыма Идею Сергея Аксенова тут же подхватили студенты Заинтересованные жизнью ВУЗа республики страны Каждый гражданин Российской Федерации Молодой в возрасте, любого возраста Гражданин должен быть общественной политической частичкой нашего общества Нашего государства Поэтому молодежь, вы посмотрите, активно Активно сегодня голосует Победители проекта станут помощниками крымских депутатов И руководителей муниципальных образований Они смогут реально принять участие в развитии Крыма Через процедуру подготовки к выбору Через процедуру агитационной работы Через процедуру выборов пройти этот фильтр Это просто замечательно Нужно сегодня действительно сказать искреннюю благодарность Главе республики за эту инициативу За эту идею Которая сегодня уже воплощается в реальную действительность Проект стартовал 21 января Прошло 4 этапа отбора В нем приняли участие молодые крымчане 20-25 лет В основном студенты Ты нужен республике Проект, открывающий двери крымской молодежи В общественно-политическую жизнь страны Сотни студентов ожидают результат Итоги подведут в канун пятой годовщины крымской весны Примера демократии и свободы выбора крымчан Лилия Веджат и Андрей Заричный Новости 24 А на восстановление деревьев, которые вырубили вдоль трасс Таврида Уже получено 209 миллионов рублей То есть служба автомобильных дорог Крыма Компенсировала стоимость всех кустарников, всех деревьев Которые пришлось уничтожить и вырубить при стройке Знаешь, я где-то слышал, что на место одного вырубленного дерева Нужно сажать то ли два, то ли три Потому что вырубленное дерево было уже выросшим А вот посаженное не факт, что вырастет Поэтому вот эту погрешность нужно компенсировать Каким-то определенным количеством Да, но там же просто еще нужно рассчитывать Насколько я знаю Через 5 метров какие-то деревья нужно садить Ну вот определенным образом То есть сначала высадить, а потом нужно будет проконтролировать И проследить, что из них прижилось, а что нет Вообще это сверхважно Мне кажется, озеленять планету не в каком-то конкретном месте А в целом Это первоочередная задача Потому что такое количество лесов вырублено Такое количество пустых полей, полян появилось на земле Что с этим нужно что-то делать В конце концов происходит опустынивание городов Об этом, кстати, я надеюсь Однажды мы поговорим более серьезно Ну а сейчас поговорим про менее серьезные, но очень интересные вещи Что можно посмотреть на сценах республики И в кинотеатрах в том числе прямо сейчас На камерной сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького Сыграют одну из известных пьес Чехова Дядя Ваня События описаны 120 лет назад и сегодня находят отклик у зрителя Это стопроцентная постановка о жизни в России Гений будто заглянул в будущее Время меняется, а люди и их проблемы остаются прежними Продолжительность спектакля два часа Начало в 19.00 Параллельно с чеховской комедией в стенах Крымского академического русского драматического театра имени Горького покажут спектакль «Кавалеры» Веселая постановка о любви по мотивам лирического водевиля Владимира Константинова и Бориса Рацера «Стихийное бедствие» Судьба непредсказуемая и очень капризная дама Если она решила, что мужчина и женщина идеально подходят друг другу, то так тому и быть На киноэкранах в этот день новый фантастический блокбастер от одной из самых успешных киностудий мира «Капитан Марвел» Ведущую роль сыграла американская актриса Бри Ларсон Известная по фильмам «Комната», «Девушка по вызову» и «Перестрелка» По сюжету она пережила опаснейшее столкновение с инопланетными расами И стала одним из сильнейших супергероев в галактике С драмой Ван Гоги после 24-летнего перерыва возвращается в кинорежиссуру Сергей Ливнев Герой повествования – талантливый, но безызвестный художник Марк Много лет живет за границей С отцом практически не общается Когда у Марка обнаруживают неизлечимую болезнь, он решает лететь на родину С надеждой найти, наконец, общий язык с родственниками Главные роли сыграли Алексей Серебряков и польский актер Даниэль Альбрыхский Время киносеанса вы можете выбрать сами Специально для детей мультфильм «Гурвинок. Волшебная игра» Захватывающая история 10-летнего мальчика по имени Гурвинок Обожающего сложные компьютерные игры Одна из них и становится началом настоящего путешествия Гурвинок случайно активирует легендарный волшебный диск Это приводит к невообразимым последствиям Оживает старый музей, его обитатели и главное чудовище Престарелый кукловод Сумеет ли Гурвинок спасти родной город и своего отца? Смотрите на утренних киносеансах Вообще в кинотеатрах обычно показывают фильмы В которых рассказывается о вреде загрязненного воздуха На самом деле на организм человека А я просто к чему это говорю? К тому, что ежегодно от загрязнения воздуха Погибает и умирает больше людей Даже чем от табакокурения Какой ужас Я тебе сейчас расскажу про цифры Что по оценкам ученых Ежегодно во всем мире От болезней, вызванных плохим качеством воздуха Вот эта вот экология Которую мы в принципе Сами и загрязнили Умирают около 8 миллионов человек 8 миллионов От сигарет 7 миллионов 7,2 просто Разница колоссальная Почти в 1 миллион Поэтому давайте будем стараться все-таки Ценить то, что имеем Ценить природу, окружающую нас Это точно Ох, я чувствую, как сейчас посыпятся шутки Что курить безопаснее, чем дышать Нет, мы ни в коем случае не флангируем эту тему Я говорю, да, что не забывайте Несмотря на то, что смертность от проблем с экологией выше Смертность от курения все равно смертность И меньшее количество смертений говорит о том, что это безопасно Поэтому ходим пешком Наслаждаемся жизнью Но если очень торопимся, можем проехаться и на машине Можем проехаться на машине, но экономно Только туда, куда нам нужно Поставить на парковку, а дальше гулять пешком Потому что, во-первых, это засоряет экологию А во-вторых, это ухудшает экологию, прошу прощения А во-вторых, это все-таки бьет по карману Но чтобы это ударило по карману минимально Следуем за мной Я расскажу вам все, что знаю Например, цены на топливо Сейчас узнаем, что там у нас на рынке Итак, все стандартно Пять фактически основных видов горючего топлива Конечно, если вы, счастливчики, перебрались на электромобиль То вам эта информация будет только интересно А водителям В автомобиле с двигателем внутреннего сгорания Это будет еще и полезно Газ стоит 27 рублей 96 копеек Все еще самое дешевое топливо на рынке Дизельное топливо два рожи, менее чем в два раза, но все же 51 рубль 31 копейка 92-й бензин дешевле дизельного топлива А вот экономии с ним поменьше Все-таки 47 рублей 21 копейку стоит за литр 95-й бензин за литр стоит тоже дороже Фактически на 3 рубля, чуть-чуть больше 50 рублей 35 копеек Ну и на целых 6 рублей дороже стоит самый элитный на рынке бензин Это 98-й 56 рублей 56 копеек Вот такая стоимость Заправляться или нет, решайте сами Хотя, полагаю, что некоторые автомобили только таким бензином и можно заправлять Теперь для владельцев только таких автомобилей и не только Будет полезна следующая информация Поговорим про валюты Давайте посмотрим, что там происходит с двумя основными валютами на рынке обмена Это доллар и евро Обе немного выросли, скажу сразу 65 рублей 96 копеек стоит единица зеленого доллара А вот евро, которая разноцветная, стоит 74 рубля 57 копеек за единицу Рост небольшой, но для кого-то, возможно, выгодный А кто-то, возможно, проиграл и лучше не спешить Лучше заправить свой автомобиль и отправиться, ну я не знаю Развеяться, покататься после того, как вы увидели, что что-то выросло А может быть, наоборот Отдохнуть, дать себе время, ну и посидеть дома Я даже не знаю, вот ты, Саш, как развеиваешься? Тебе лучше выбраться куда-то и подышать, в конце концов? Или напротив дома, зарыться в одеяло с чаем? Ты знаешь, это по настроению, мне кажется, зависит Я думаю, не только у меня, потому что иногда действительно хочется прямо-таки сбежать Сбежать из города, сбежать вообще на природу какую-то, увидеть, не знаю, даже на вершину Айпетре, допустим Но это я утрирую Прямо забежать? Выбегаешь из дома и на вершину Айпетре И пешком пошла Нет, конечно, я туда буду добираться на машине, потому что я ленивая в этом плане Я нормально так отношусь к физическим нагрузкам Но в горы я пока не хожу Ох, эта история мне напомнила ты мне Когда в самый первый день гололеда чайные смельчаки решили на машинах поехать на Айпетре Помнишь? А спуститься не смогли Это просто было такое зрелище невероятное Я представляю, какой, мало того, что объем работы пришлось выполнить МЧСникам Да все мы, наверное, представляем Потому что эти моменты, они сохранены в сети интернет, как видеоролики И их может увидеть любой желающий А также любой желающий, а точнее тот счастливчик, что смотрит нас прямо сейчас Может увидеть и другие ролики, снятые на камеры жителей полуострова Прямо сейчас специально для вас Водителю этих «Жигулей» явно сильно не везет В Керчи машина загорелась на ходу по какой причине, неизвестно Понадобилась помощь огнеборцев, чтобы потушить пожар При происшествии никто не пострадал, кроме продукта отечественного автопрома И еще одна неудача с отечественным автомобилем При спуске с Айпетри во врага прокинулся УАЗ с туристами Никто не пострадал Более того, совместными усилиями поставили железного коня на ноги Вернее, на колеса После чего он поехал дальше Следующее видео не для слабонервных В Севастополе уличные камеры зафиксировали наезд автобуса на бабушку Нарушителем стал водитель автобуса, который проехал на красный свет А вот в комментариях многие отчитали бабушку, мол, надо бы и по сторонам смотреть Ей желаем скорейшего выздоровления В Ялте сильный ветер вырвал с корнем огромное дерево На видеокадрах, опубликованных в соцсети, видно, что дерево падает на проезжающий автомобиль ЧП случилось еще 1 марта, но известно о нем стало только сейчас Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших На трассе Таврида возле поселка Крымская Роза произошло тройное ДТП с участием трактора По словам очевидцев, Шкода обогоняла трактор и выехала на встречную полосу В результате происшествия пострадали два человека Эти снимки перфекционистам лучше не смотреть В соцсетях считают, что так припарковаться мог только человек с ярко выраженной индивидуальностью Симферополец ограбил отделение микрозаймов Мужчина оказался заядлым игроманом В целях наживиться он и совершил преступление Облил сотрудников кредитной организации неизвестной жидкостью И, угрожая поджечь, отобрал 4000 рублей Предположительно, их он потратил на игры Тысячу рублей потратил на игры И причем наверняка же проиграл Но вообще игромане это поразительная зависимость Когда очевидно, что выигрыша не будет А даже если будет, он будет спущен моментально Ну это все азарт Это тот азарт, который, в принципе, доставляет очень многим Очень многих приводит к победе Но и немало людей приводит к поражениям Но я знаю, что кто нас готов привести только вперед И точно не к поражениям Так это Татьяна Балыкина Которая сейчас гуляет по городу Да, интересно, что там Доброе утро всем, кто же проснулся И спешит по своим делам С большим трудом, но мы все же добрались до точки назначения В принципе, в городе пробок как таковых нет Но есть тянучки Много машин, все спешат по своим делам Кто куда И мы сейчас приехали на Залевскую улицу Под номером 68 В соцсетях появилась жалоба на детскую площадку В принципе, можно что о ней сказать Она советского времени И она не такая уж и плохая Но мы успели пообщаться с местными жителями Они рассказали о том, что в соседнем дворе поставили новую площадку И, конечно, им бы тоже хотелось, чтобы здесь что-нибудь модернизировали Большинство людей просто ходят гулять в парк рядом Там очень хорошая детская площадка А здесь, ну, советское время Несмотря на то, что все делали вечное Но нужно все-таки что-то делать новое И модернизировать старое Студия, вам слово Хорошие слова, мне кажется Да, прекрасно Ну, нужно, да, делать новое Но я, кстати, еще одно прекрасное слово для себя украл Как художник, ясное дело Тянучки Очень интересное описание пробок Я тоже первый раз слышала Но я это обязательно буду использовать теперь Когда буду рассказывать нашим зрителям про пробки Кстати, совсем скоро Но все же не прямо сейчас Потому что нам есть о чем поговорить Ох уж, эти старые площадки Знаешь, в чем проблема? Это же все-таки металл Я думаю, что от старого металла Если поцарапаться, можно чем только не заразиться Поэтому обновлять их на пластик Ну или на нержавеющую сталь Все-таки необходимо Ну, а жителям этого двора Желаем только набраться немножко терпимости Потому что Дело в первую очередь в том, что можно Как я сказала Артем Поцарапаться И какую-то инфекцию подхватить Но постепенно, наверное К каждому двору подойдет модернизация Но всегда нужно немножко подождать Вот Таня Балакина, допустим Она сначала ждала, пока она доедет В этих тянучках Поэтому до этого она ждала, пока она доберется До места назначения уже на съемки Чтобы снять информативный сюжет Для модниц, для модников Ох, знаешь, что я тебе хочу сказать По поводу всех этих новомодных веяний и прочего Чувствую близки те времена Когда Таня будет достаточно сидя В нашей комфортной студии При помощи специального пульта Посылать дрона на разведку Потому что технологии применяются повсеместно Ни для кого уже не секрет Что дроны работают на складах вместо грузчиков А теперь еще, например В Новой Зеландии дронов используют Чтобы пасти овец Дрона заряжают Вместо собаки и вместо пастуха Пастух сидит себе в комфортной будке Хотя, признаюсь, в Новой Зеландии Мне кажется, везде сидеть комфортно И на траве, и на лужайке, и на камушке Потому что погода там обычно замечательная Главное, не там, где большие пауки, тараканы бегают А в Новой Зеландии, так вот смотри, что интересно Новой Зеландии находится очень близко к Австралии Но это фактически единственный остров Где нет ни одного ядовитого насекомого или растения В смысле? Там в Новой Зеландии не обитает ничего ядовитого Это абсолютно безопасное для жизни человека место И рядом в Австралии обитают Просто все, что может быть ядовитым Обитает в Австралии А в Новой Зеландии ничего Ну это же просто поразительно Это настолько, ну, рядышком Как это так? Вот, а их разделяет океан с соленой водой Которая, ясное дело, убивает всех гадов Которые пытаются долететь Так вот, эти дроны летают На них установлены динамики И они кричат на овец Буквально говоря Ну, специальными звуковыми сигналами А может быть голосом пастуха И заманивают их в нужные места Глядит машина и гавкает просто Я представляю это зрелище Собаку это, конечно, не заменит Ну, еще бы Собаку никто заменять и не хочет Потому что мне кажется, что пастуху Просто без собаки элементарно может быть скучно А так он позвал ее лишний раз Погладил, если она сама не затерялась в стадии овец Потому что ты знаешь, что пастущие собаки Очень на овечек похожи Они мало того, что похожи Так они еще, мне кажется, не только визуально Но и размером Но они как-то и вести себя потом начинают Думая, как овца Прыгая вот на выпрямленных лапках На самом деле, насколько я знаю Это сделано для того, чтобы хитрый серый волк Укусил за бока именно пастущую собаку А та повернулась и вместо овцы Дала ему приятный сюрприз Просто высказала все, что думает Да, высказала все, что думала Да, все, что думала Но, кстати, дронов-то используют не только для этого А еще и для мониторинга состояния лесов и побережий В принципе, Новая Зеландия полностью переходит Постепенно на дроновый контроль местности Что очень правильно, очень интересно И, возможно, я бы, точнее, невозможно С удовольствием бы посмотрел на наши стримы Проведенные с высоты пищевого полета При помощи дрона И озвученные оператором А что, было бы интересно Ну, это не только новомодный тренд А еще и тенденция научная А вот про обычные новомодные стильные тренды Поговорим прямо сейчас Одежду носят все И если в древности ее использовали только, чтобы прикрыть тело То сейчас она еще и способ самовыражения Миллионы брендов и шоурумов Практически каждый старается угнаться за модой Дело не только в выборе фасона, цвете и качестве материалов Многих волнует имя производителя Я смотрю на ряд моделей конкретно Смотрю, что подо что подходит Что с чем можно сочетать И отсюда как-то свой выбираю для себя какие-то вещи Которые мне было бы приятно носить Сегодня так, завтра в платье Третий день в кедах и рваных штанах Мне очень нравится все миксовать и менять Я стараюсь следовать за брендами Потому что, мне кажется, мода сейчас развивается очень стремительно И, в принципе, есть некоторые тенденции Которые можно соблюдать И это выглядит очень красиво Одеваемся опять же секонд-хенд Вещи, которые покупаются там Иногда я их разрисовываю В принципе, чтобы было немножко поинтереснее как-то Это курточка, которая на вас Вы ее самостоятельно разрисовали, да? А можете показать, пожалуйста? Пожалуйста Стараются оставаться в тренде не только потребители, но и производители Наши крымские дизайнеры в основном вдохновляются Зарубежными брендами Фото и видео с показов Личные страницы блогеров в открытом доступе Есть даже онлайн-стилисты Привет, девчонки! Тема сегодняшнего урока – фантазийный стиль Сергей Подлевский в детстве разрисовывал стены краской И вообще был хулиганом Теперь увлечение превратилось в любимое дело Создает эскизы для собственного производства Как у любого творческого человека Все начинается с зарисовки на бумаге Любая идея рождается вот здесь Дальше она переходит в иллюстратор В компьютерную версию С помощью таких программ можно не только создать подробный макет Но и посмотреть, как вещь будет выглядеть в реальности Чудеса происходят в мастерской, как и вся основная работа Здесь задумка дизайнера превращается в лекала Их конструктор вымеряет по стандартной размерной сетке Переносит на электрокартон и отдает на раскрой Цех – сердце любого производства За один рабочий день 10 мастеров создают больше 100 изделий Но имеет значение масштаб и сложность Лидия Тютрюмова за машинкой уже 37 лет О тонкостях кройки и шитья знает все Изделие должно быть качественным Чтобы строчки были идеально ровные Нитка подходила по цвету изделия Вот так выглядит готовое изделие Остается только пришить ярлычки, бирочки, нанести принт И в принципе оно готово Перед тем, как попасть на витрины магазинов Их потенциальным покупателям Каждая вещь проходит длинный путь Готовому продукту назначают цену уже с учетом всех затрат Это конечно же аренда цеха Зарплата сотрудников Наша добавленная стоимость И конечно же сам материал Фурнитура, ткань Гоняться за брендами или нет – дело каждого Но одеваться со вкусом можно И имея базовый гардероб Главное все-таки не что носить А как Татьяна Балыкина, Алексей Семенов Утро нового дня Мне кажется, базовый гардероб – это напротив основа Которая и делает тебя максимально стильным Но по крайней мере, это работает со мной Я, кстати, тоже придерживаюсь такого мнения Я тебя тоже тогда хвалю Да, спасибо Потому что разделяю полностью позицию Артема Потому что базовые вещи, они универсальные, комфортные, удобные И думать не приходится и гадать Просто база должна быть грамотная Конечно, не рыночная, а правильно подобранная А поверх базы уже все, что угодно можно И яркие акценты, и напротив какие-то затемнения И даже можно отональные цвета какие-то брать Которые не входят в общий тон одежды Но суть не в этом Есть интересная новость В Смоленске пожарники заслужили настоящий лайк в соцсетях Знаете за что? Да, они спасли кота искусственным дыханием Я просто, да, я видела эту новость Это нечто Пушистый погорелец попал в пожар Его вынесли, к счастью, он был единственным, кто пострадал Пожарники положили кота на маленькие носилочки И специальным массажем сердца И при помощи искусственного дыхания со специальным аппаратом Ясное дело, в рот ему никто не дышал Кота откачали Сказать, что Пушистик был удивлен, ничего не сказать Ну, вернулся буквально с того света Если я не ошибаюсь, даже спасатель снял с себя кислородную маску, нет? Возможно, да, да, да Возможно, это и был тот специальный аппарат Ну, что сказать В интернете есть видео, пожалуйста, смотрите Видео трогательное, но и безумно милое Бороться нужно за каждую жизнь Полностью согласен и поддерживаю В интернете, кстати, вообще много чего есть Давайте посмотрим самое актуальное Классическая музыка и пирамида из бокалов Хорошее начало для любого торжества А вот продолжение понравилось пользователям сети Гораздо больше, чем неудачливому молодому человеку Одно неловкое движение И итог многочасовых стараний официанта Разбит в дребезги Будем надеяться, что это исключительно к счастью В интернете продолжается сырный челлендж Но теперь к нему присоединились и животные Как видим, некоторых такое положение вещей приводит в ступор А вот другие, пользуясь моментом, с удовольствием Уплетают неизвестно откуда взявшиеся лакомства Житель Иркутска на протяжении нескольких дней Слышал жалобный виск Как оказалось, его издавали 10 осиротевших щенят Для их спасения сотрудникам МЧС Пришлось выкопать 20-метровый тоннель Малышей уже взяли под опеку Но теперь ищут им хозяев Маленькая храбрая утка Обвела вокруг лапки не одного тигра В ролике мы видим, как бесстрашная перната Дразнит хищных кошек Железным нервам птички можно только позавидовать С таким домашним питомцем И на фильмы ужасов ходить не надо Хозяин животного всерьез обеспокоен Неодержима ли птичка с дьяволом? Ответ на этот вопрос вы видите на видео Устали от бесконечных диет И миниатюрных порций еды Повар из Турции поразил даже опытных гурманов Такими объемами можно накормить десяток человек Надеемся, что от такой порции никто не пострадал Главный герой этого видео не собирается сдаваться без боя Кот наглядно объясняет, что это его игрушка И она должна оставаться исключительно в его лапках Кот Мэппл настоящая звезда в соцсетях За каждым его шагом следят сотни тысяч подписчиков И понятно почему Более трогательное существо сложно найти Да, это действительно трогательный момент Трогательное видео Не могу не согласиться, Саша Не могу Ну а что с утра в принципе нам нужно? Нам нужно знать, чем мы будем завтракать Понимать заранее, что мы оденем Потому что особенно девушкам, мужчинам проще Они могут взять, надеть одни джинсы Одни джинсы, да? И с голым торсом прийти на работу, радовать даму Почему бы и нет, для разнообразия Ну будьте осторожны со своими желаниями, Александр Я вам скажу, будьте осторожны Ладно, я поняла, что я что-то далеко пошла У нас еще и тиры, да Ну тем не менее Ну и при этом я как раз говорила Такие, что знать, что приготовить Знать, что надеть И опять же таки Знать, что посмотреть И почитать в дороге, допустим А между прочим, хочу сказать, что Чтобы прийти на работу с голым торсом Нужно вести здоровый образ жизни Чтобы людей не пугать, а радовать Ну, кстати, именно здоровый образ жизни Нам уже даже есть с кем обсудить И не только нам с Артемом между собой Как совпало, да? Но у нас и в студии уже сидят гости Сегодня у нас в гостях Злата Чапурна Это автор и координатор мероприятия Народный забег 2019 Здравствуйте И Копылов Олег Викторович Председатель правления Яутинской общественной организации Развития спорта, образования и общественного воспитания Рады вас видеть Спасибо за это Это масштабное мероприятие, я так понимаю Что и спортивное В первую очередь спортивной направленности Но вот сколько человек планируется, чтобы не будет участвовать в этом забеге? Ну, знаете, народный забег Это такое больше объединяющее мероприятие, чем спортивное Потому что у нас будет дистанция всего 2019 метров Очень символично Соответствует нашему году Ну и так как у нас пятилетие воссоединения Крыма с Россией Поэтому, естественно, мероприятие посвящено празднованию Все участники 2019 человек Ну, может быть, будет больше Но уже заявлено такое количество Оденутся в футболке Цвет флага Российской Федерации Это будет большой массовый флешмоб Который мы зафиксируем с высоты птичьего полета Чтобы это было красиво Ну и призываем всех Приходите Будет очень весело, здорово Ну и объединяющее Ну, мало того, что и в спортивном мероприятии поучаствуешь Пусть дистанция небольшая Но важно, как говорится, не победа, а участие Конечно, конечно Это в первую очередь Да, ты больше 2 километра всего лишь Полина зрителей сейчас понимает, что они до работы Меньше пешком ходят на машине И тут 2 километра Но вот я за себя, могу сказать, справился бы наверняка Бегал бы больше в свое время, да Ну, все равно хорошая дистанция Мне кажется, и для здоровья, и для сердца будет хорошо прокачать там все Конечно, конечно Это не много и не мало Это достаточно Чтобы даже, можно сказать, быстрым шагом пройти Вот в такой атмосфере единения Я думаю, всем понравится Скажите, Олег Викторович, как вы думаете, ялтинцы справятся с такой дистанцией? Конечно, нам выпала такая честь Очень приятно, что... А мы знаем, что пятилетие воссоединения Это серьезная дата для всех крымчан И очень приятно вдвойне, что это будет проходить именно у нас в Ялте Нас уже поддержали на всех уровнях Присоединились масса общественных организаций И все люди, которые хотят в этом поучаствовать Конечно, мы это проведем на должном уровне Ну, в Ялте я прям представляю, бежишь, там виды... Это красиво в первую очередь, это такое удовольствие Это действительно, как выйти на прогулку, но при этом На, не знаю, на крутой такой флешмоб, как вы сказали И впервые, да, насколько я знаю? Ну, возможно, по крайней мере, я участником подобного не был Это первый, первый, да, ялтинский такой массовый флешмоб Но я к этому еще прибавляю терапию красотой Да, когда ты бежишь, наслаждаешься видами Я вам скажу, у меня терапия красотой проходит прямо сейчас в студии Потому что в окружении таких прекрасных девушек быть это одно удовольствие За это я и люблю прямые эфиры Вот, но хочу сказать, что на самом деле в Ялте есть ежегодный флешмоб, мы все о нем знаем Это когда люди собираются и идут на пляжи, на самом деле, и в том числе на городские Так что Ялте, я думаю, не привыкать к скоплению людей Поэтому все пройдет замечательно, просто отлично Ну, а главное, что люди надышатся воздухом, полным йода и хвойных, я даже не знаю, эфирных масел Или что испаряется воздух с хвоей Ну, в любом случае, будет полезно, как минимум Поэтому, дорогие телезрители, обязательно участвуйте Давайте сделаем так, чтобы участников было больше, чем 2019 Поэтому мы постараемся все по максимальным количествам идти и участвовать в забеге Пусть даже мы немножко изменим эту красивую цифру, количество участников 2019 Зато люди, по крайней мере, пообщаются и видят классные мероприятия, которые, конечно, я думаю, много хороших мероприятий проходят в Ялте Но и такой вот масштабный флешмоб, да еще и впервые И в чем, может быть, уже продумали какие-то вот такие фишечки, как мы их называем? Ну, вот футболки с атрибутикой Может быть, при этом какие-то... Да, вот, посмотрите Наш народный забег проходит в рамках фестиваля «Крымская весна», который проходит по всей России Именно в этот день, в праздничный день, 18 марта, в понедельник Вся страна будет бегать, да? Вся страна будет бегать, да Если вы будете участвовать не в Ялте, а в каком-то другом городе, даже не в России, отмечайте, пожалуйста, свои публикации хэштегами Народный забег 2019, фестиваль «Крымская весна», 5 лет в родной гавани И тогда мы будем наслаждаться фотографиями из других регионов Опять же, по хэштегу проще найти, да? Конечно, интересно посмотреть, какие города вообще принимают участие, в каком количестве Потому что, видимо, где-то погода еще не позволит бегать, возможно, а где-то уже как раз-таки тоже будет немалое число людей На футболке потом можно будет забрать себя участником, правильно? Ну, конечно, конечно Ну, вот видите, у нас сейчас рождается какой-то такой всероссийский, да, всемирный флешмоб Ну, вот мы и запускаем в данный момент, да? Ставьте хэштеги и лучшие фотографии получат отдельные призы от организаторов Еще и призы будут? Конечно, обязательно Все участники нашего народного забега в Ялте получат памятные сувениры Ну, и у нас будут отдельные номинации от наших спонсоров, которые отметят каждого Мне кажется, вам сейчас придется запасаться прямо такими сувенирами Ну, потому что люди... Мы запаслись, да Нас поддерживают, да, спонсоры, которые выделяют подарки И поэтому каждый уйдет с подарком Ну что, участие звучит теперь еще более заманчиво? Значит, терапия красотой, посмотреть Ялту, пробежаться еще и потом сюрприз в конце Только положительные эмоции Ну, в Ялте обычно по-другому бывает редко, на самом деле К счастью, к счастью, да К счастью, мы не знаем таких историй, когда в Ялте было по-другому Ну что же, это было крайне полезно, а главное, интересная информация Спасибо большое, что пришли к нам в гости Я напоминаю, у нас была Злата Чапурная Это автор и координатор мероприятия «Народный забег-2019» И Копылов Олег Викторович, повторюсь, председатель правления Ялтинской общественной организации Развития спорта, образования и общественного воспитания Спасибо вам огромное Спасибо большое Ну а для того, чтобы мы понимали, где именно, в какой части Ялти нам бежать И готовились к этому Мы сначала покажем, какая в Ялте погода Музыка 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 А что сказать, не такая уж и плохая погода Вот, в принципе, налаживается постепенно Еще, конечно, не лето, но до лета-то еще три месяца, по сути, два с половиной Безусловно, только я проанонсировала до этого предварительно исключительно Ялту А, конечно, я хотела сказать про весь полуостров Потому что мы вещаем на весь Крым и далеко за его пределами Да и хочу сказать, Саш, признаться, что понял, в Крыму нет плохой погоды Есть неуместные в погоду дела Ну, например, когда буран вовсю бушует, конечно, идти на пляж не вариант Ну, или покататься на велосипеде, как можно это придумать А вот после бурана на лыжах, на санках, на сноуборде Или посидеть дома у камина и выпить глинтвейна Это, конечно же, дело полезное, ну и интересное А вот в теплую погоду напротив Не пойдешь, конечно же, у камина греться, но зато можно погулять Погулять я сейчас, ты когда говорила немножко про камин Я уже представила шкуру, вот эту вот медвежью шкуру и все остальное Хотя нельзя убивать животных Но если мы уже вышли на прогулку, можно уделить время не охоте А, допустим, собирательству овощей, фруктов Или просто даже понаблюдать, как работают те, кто выращивает для нас своими руками Клубнику, лук Главное их не раздражать, знаешь, когда наблюдаешь Ну, надеюсь, что все-таки не будем раздражать По крайней мере, я знаю, что наша Оля Литвиненко Она уж точно не раздражает, когда она в это время даже интервьюирует В принципе, о чем мы сейчас можем вам и рассказать Качикалю – настоящее место силы Крымского полуострова С дороги открывается завораживающий вид на высокие горы, пологие склоны, гроты Здесь чувствуешь себя свободным и неуязвимым Такую красоту невозможно описать Тут нужно побывать У подножия живописной Качинской долины раскинуло село Машино В этой крымской глубинке жители работают, не покладая рук Земля особая требует большого усердия, но и отвечает благодарностью Все дело в том, что сады и огороды расположены под горами Почва состоит из мергеля – горной породы, которая относится к глиным известнякам Поэтому прорастить жизнь можно, только приложив много труда и заботы Все это потом пропалывает петрушку, лук и много других овощных культур Из Етулаева Гульзара уже более 30 лет Сколько себя помнит, всегда занималась земледелием Сейчас трудится в теплице, к мае рассаду помидоров, перца пересадит в огород Односельчане приходят к ней за зеленью каждый день, а потом благодарят за вкусный борщик и свежий салат Все делают для людей и для себя Что может быть лучше продуктов, выращенных такими руками на такой земле? Женщина работает изо дня в день, сажает, поливает, выпалывает, удобряет Рассаду выращивают для своей долины, люди у меня берутся, привыкли Зелень, если лишняя, то на продажу, а что делать еще? Гульзара буквально вчера на огороде выкопала лунки и раскладывала в них клубни картофеля В скором времени второй хлеб займет достойное место уже на столах Вчера посадили, сорокадневка белая, потом пленкой закроем, а то у нас же здесь холодно По сравнению с другими долинами у нас очень холодно, у нас ночи холодные, днем-то жарко А на эту сторону вот потом помелочевка, картошку будем сажать, чем богаты, тем рады Готовит хозяйка только из продуктов собственной грядки Все от мала до велика и едят, и работают с удовольствием Ни одно поколение поднялось на таких продуктах, дети и внуки выросли здоровыми Хозяйка рекомендует выращивать свое, даже если почва не очень подходит А землю хочешь не хочешь мы будем любить Правда у нас Мергель, конечно, но что-то на нем стараемся сделать По рассказам хозяйки, скоро во дворе расцветут цветы Голубое море Душистые, небесно-голубые и очень красивые Пока они не распустились, но мы обещали вернуться в мае и полюбоваться цветущим ковром Крымская глубинка будет рада встрече с добрым путником Что сказать? Прямо представляю картину В теплице, домик, где-то горит костер, на нем кипит суп Ну, допустим, министроны, почему нет? А рядом бегает пушистый друг Вот эта вот картина приятная Для того, чтобы ее воссоздать, сначала нужно обзавестись таким пушистым другом А мы, кстати, можем помочь вам в выборе прямо сейчас Чуткая, уникальная Джули ищет дом Послушная, умная, способная в дрессировке Возьмите, никогда не пожалеете С ней приятно общаться Она любит людей Звоните Плюс семь девять семь восемь 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 шестьдесят три одиннадцать ноль три Так нравятся эти ушки у Джули Вот они длинные, но они достаточно длинные, чтобы быть как шарпей А мне кажется, что мне прям хочется их потрогать для того, чтобы, знаешь Это такое ощущение, нужно тактильно воспринимать Это вот та самая подпорода собак, у которых одно ухо висит А второе стоит А ухо стоит, да Ох, конечно, на улицах Симферополя, да, полагаю, что не только бездомных животных много Много еще автомобилей сейчас особенно, я уверена Людей, которые спешат на работу И которые прям-таки не знают, куда деться, куда поехать Потому что нужно же объехать и быстрее доехать, потому что проспал Да, знаешь, вот признаюсь Несмотря на то, что я добираюсь на работу рано-рано утром Все равно по делам, когда куда-то езжу, регулярно попадаю в пробки Что с ними сделать, не представляю Но обязательно этим вопросом, думаю, мы займемся рано или поздно И осветим Да и надеюсь, что в любом случае совсем скоро их не будет Но сейчас они уже есть К тому же время почти что 45 минут А значит, настало время поговорить о пробках Я с удовольствием вам все это расскажу И что уж там, покажу Следуем за мной Итак, посмотрим на Симферополь с высоты Да, не птичьего, дронного полета Потому что мы только сегодня обсуждали дроны И сходу видим две аварии Быстренько разберем, что это такое Что же там произошло И вновь, и опять, недалеко от объездной Авария на Сейрос на Бородинском кольце Смотрите, пожалуйста, из-за аварии Насколько серьезное столпотворение Сейчас скажу Тянучка на самом кольце И к нему подходят пробки Фактически не от движения Ну, разве что небольшое Надеемся, что без исходов Всяких негативных просто поцарапались И то поздороваться остановились Поверьте, и такое бывает на дороге Была еще одна авария Не хочу упустить Давайте посмотрим, где она И на объездной Вот так да При этом пробки нет Ну как, небольшая тянучка Повторюсь Это по одному направлению В сторону Ялты А вот по направлению в сторону Феодосии Как раз таки все хорошо Транспорт двигается Без проблем, без перебоев Идем дальше Посмотрим, что там у нас в центре города Это ведь самое важное Потому что больше всего машин именно там Ну, тут все стандартно Ленина, пробка Шмидта, пробка Киевская Перед площадью Куйбышева Тоже стоит в пробках Проспект Победы Не отступает И не уступает И тоже, как всегда Перед кольцом Уж не знаю, с чем это связано Надеюсь, не с теми гражданами Которые с третьего Самого левого ряда кольца Выходят в поворот направо Делать это нельзя Происходит это постоянно Сам признаюсь, вижу это регулярно Но так не поступаю Идем дальше Смотрим, что там Улица Киевская И в сторону И от Москальца Куйбышевскому кольцу Тоже стоит Не двигается Параллельная улица Садовая По которой В одно время Можно было объехать Все эти пробки Тоже Вся в тянучке А вот дальше Зато движение Неограниченное совершенно И вот Смотрите Какой улов Три-четыре Аварии за сегодня Одновременно Конечно Радоваться тут Нечему Что это за улица Значит Это улица Которая идет После улицы Ленина Подозреваю, что Это улица Александра Невского Совершенно верно И на ней Целых две аварии Одна после кольца А вторая Перед перекрестком С улицы Серова Нужно быть аккуратными Особенно в то время Когда автомобилей Так много Вот такая ситуация В городе Объезжайте Будьте аккуратны А главное Что Не торопитесь Как известно Поспешишь Людей насмешишь Не просто поговорка А как мы с вами Убедились На примере карты Реально работающая Аксиома Потому что Мы конечно Теряем внимательность Мы где-то Пропускаем поворот Где-то что-то Упускаем И в итоге Бум Авария Допускать этого Нельзя Берегите себя Да берегите Не только себя И тех людей За которых вы тоже Несете ответственность Даже если это Пешеходы И абсолютно Незнакомые Для вас люди Тем не менее Все мы Участники Дорожного движения Кстати Про пешеходов У нас тут есть Один замечательный пешеход Со специальной технологией Прямого вещания Татьяна Должна Выйти в эфир И рассказать нам Как там обстоят Дела Снова здравствуй А я уже На площади Ленина Здесь вовсю Готовится к празднованию Крымской весны Вчера Вчера установили На Карла Маркса На фонарных столбах Триколор Украшают город Вот сейчас На Ленина Готовят сцену Потому что Запланирована Просто на праздничные дни С 15-18 марта Огромная программа Вот здесь Выступят Известные российские Исполнители Михаил Шафутинский Денис Майданов Также выступит Хор Турецкого Вообще Программа Очень большая Помимо того В парке имени Гагарина Будет казацкие гуляния Будем танцевать Отдыхать Все с нетерпением Ждем празднования Крымской весны Коллеги Вам слово Ох, Тань Спасибо Очень интересная И полезная информация Но знаешь Сразу вспомнился Еще один Украшенный город Но украшенный Архитектурно Евпатория Предлагаю посмотреть Многие обвиняют Евпаторию В отсутствии Достопримечательностей Однако до революции Этот город Называли золотом Из песка Так ли это Мы попробуем Разобраться сегодня Евпатория Старейший город На полуострове В 19 веке Древняя Киркинетида Стала прекрасной Альтернативой Дорогой И Чопры на Ялте За обилием солнца Мягкими пляжами Теплым И неглубоким морем На побережье Западного Крыма Потянулись богатые люди Построившие здесь Свои дворцы Старая набережная Или набережная Горького Прекрасное место Для прогулки Она начала застраиваться В конце 19 века И сегодня Каждое здание Здесь уникально Раньше Береговая линия Была намного шире И просматривалась До самого горизонта Открывает перспективу Набережной Дача купца Терентьева Расположившаяся На небольшом Песчаном мысе Трехэтажное Асимметричное сооружение Построено С элементами Стиля ампир И в свое время Было одним из самых Красивых построек В Евпатории Неподалеку В глубине зеленой зоны Притаилась Дача Альпийская роза Украсившая собой Город В 1910 году Имение в эклектическом стиле Сильно выделяется На фоне каменных построек Индивидуальной особенностью Этого здания Является обилие Резного деревянного декора Который не очень свойствен На южной архитектуре Но в этом здании Смотрится более чем уместно В советские годы В его комнатах Расположилось Управление терсовета Укрпровздравницы Сегодня Альпийская роза Ветшает в ожидании Полноценной реставрации А дача по соседству Выполнена в духе классицизма Это прямоугольное строение Со стекленной ротондой Здание огибает полукольцом Изящные лестницы С балюстрадой До революции Дача Шульмана Называлась Валькирия В советские годы Здесь располагалась Центральная курортная поликлиника Конец 19 века Начало 20 эпоха Арнуо Этот стиль Воплотил в себе Изящество И тягу общества К чему-то совершенно новому Евпаторийские дачи Полностью соответствуют Тенденциям своего времени Эта дача Называется Ост-Энде Что переводится Как восточная оконечность Она построена В 1910 году Имение принадлежало Купцу Кривицкому Который вдохновился Пейзажами Одноименного Бельгийского порта На берегу Северного моря Как и Евпатория Те края богаты Протяженными Песчаными пляжами В советские годы Комнаты Ост-Энде И располагавшихся Поблизости дач Превратили в корпуса Санатория Ударник Далее набережная Сворачивает Перетекая в улицу Которая С дореволюционных времен Не переименовывалась Сохранив в истории Имя человека Создавшего Всю современную Инфраструктуру Евпатории Главная променадная Улица Евпатории Дувановская Так названа В честь городского головы Семена Эдровича Дувана Который сделал Очень много Для развития Инфраструктуры города Караин Филантроп Потомственный Почетный гражданин Он стал Одним из самых Ярких Представителей Стараниями Уездная Портовая Евпатория В 1915 году Получила статус Всероссийского Курорта Неудивительно Что вдоль Дувановской Улицы Размещались Дома Именитых Людей Одно из Наиболее Узнаваемых Зданий Евпатории Дача Гелиловича Сегодня Здесь Располагается Краевический Музей Особняк Богатого Караинского Купца Представляет Собой Одноэтажное Здание В мавританском Стиле Две тонкие Колонны Поддерживают Фигурно Извивающийся Архивольт Центральный Вход Украшает Мехрабный Орнамент А вокруг Особняка На газонах Расположилась Скифская Коллекция Каменных Баб Менгиров Найденных На территории Полуострова Дальше По улице Вилла Люкс Построенная Специально Для приема Состоятельных Отдыхающих Здание Из местного Ракушечника Очень теплого Но пористого Камня Который Со временем Потемнел И частично Обрушился Но это Патина И гибкий Плющ Лишь Облагораживают Общую Картину Чего не скажешь О перестройках Соседний Доходный Дом Нахшунова Венчает Его Женская Фигура С факелом В левой руке Некогда Угол Особняка Украшал Бельведер Не сохранившийся До наших дней И просторная Набережная И Дувановская Улица И другие Улицы Старой Евпатории Золотой Фонд Архитектуры Называемой Краеведами Южной Провинции Гуляя по ним Понимаешь Что их Самобытная Атмосфера Уникальна Ведь если Не предпринять Мер Наше поколение Последнее Кто увидит Остатки Красоты Города На золотых Песках Александр Ткачев Анатолий Агеев Утро Нового дня А у нас Тем временем На связи Наши коллеги С телевидения Час подошел К концу Поэтому мы Торжественно Передадим Им факел Первенства Гульнара Юдина Доброе утро Ну и Гуль О чем сегодня Будут рассказывать Новости Как всегда Вы узнаете О самых интересных И главных Новостях Из жизни полуострова Перемены в Керчи Что изменилось В городе После визита Главы республики Как местные власти Устраняют замечания Мы расскажем О новых тарифах На проезд В общественном транспорте Вы узнаете О студенческих выборах В рамках конкурса Ты нужен республике Кто уже стал Лидером мнения Об этом не только Наши информационные выпуски В течение дня Не переключайтесь Чтобы не пропустить Самое важное и интересное Ни в коем случае Не переключимся Спасибо большое Тебе удачного эфира Удачного эфира А мы Вынуждены прощаться Вот так быстро Пролетели два часа Надеемся Что утро с нами Было свежим Бодрым Актуальным Интересным С вами была Просто посмотрите Ювелирное произведение искусства Александр Кырнович И я Артем Андроновский Спасибо Пока-пока Пока Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова